Так и так, господа, всем доброго времени суток, вы находитесь на канале Deadline.room, с вами Георгий и мы продолжаем наш летсплей по игре Terra Online. Начнем мы, наверное, с вами сегодняшнюю нашу серию за нашего лучника очередную, с того, что, во-первых, давайте наденем лук, который в прошлый раз я забыл нацепить, вот этот хороший лук, кстати говоря, он, да, только цветом отличается, как всегда. Начнем мы с вами, наверное, с парочки объявлений, друзья, значит, во-первых, что мне хотелось бы сказать, что, напоминаю, что на 500 подписчиках я создал группу ВКонтакте, поэтому, друзья, мы вступаем туда, обязательно вступайте, поскольку там будут все последние новости и опросы. В частности, там сейчас есть один опрос и одна новость, о которой я хочу сказать отдельно. Я тут принял, значит, такое решение порадовать вас и себя, значит, как только у нас наберется 1000 подписчиков, на 1000 подписчиков, если все будет хорошо, то я планирую прикупить нормальный стационарный игровой ПК-компьютер для того, чтобы вы могли наслаждаться игрой вместе со мной в максимальном уровне графики и с максимально плавным фпс. Вот, поэтому, друзья, мы подписываемся на канал, кто еще этого не сделал, если вы хотите видеть действительно красивые, качественные видео с хорошей частотой кадров, а не то, что мы с вами, к сожалению, вынуждены наблюдать сейчас. Вот такие, друзья, мои объявления. Эта новость есть в группе ВКонтакте, то есть, опять же, все задокументировано, скажем так. Поэтому, как только мы с вами наберем 1000 подписчиков, если я буду действительно видеть, что вам интересно, то, что мы с вами вместе производим мой контент, да, летсплей, то я, естественно, постараюсь обеспечить вам максимально комфорт от просмотра моих роликов, поэтому заменю рабочую станцию на игровую. Итак, господа, теперь давайте поступаем непосредственно к нашему летсплею, к нашему лучнику. Давайте для начала продадим мусор, который у нас здесь валяется. Хотя луки-то, наверное, не стоит продавать, они нам еще пригодятся. А вот зелье и обновление, кстати, оно подорожало. В прошлый раз оно стоило, помнится мне, что-то в районе трех. А сейчас оно, судя по всему, средняя цена поднялась. Давайте-ка посмотрим, насколько она поднялась. Ой, пардон, ваши товары. Ух ты, минимальная цена как выросла, вы посмотрите. Ребята, минимальная цена выросла аж до 10 голды. И я бы очень даже не против ее продать по таким ценам. Давайте поставим 9.90 и выставим на продажу. Если у нас это дело купят, то мы с вами сможем без проблем проапгрейдить сумочку на пару уровней вверх. Кстати говоря, по поводу сумки, давайте пока приступим к нашей сюжетке. По поводу сумки, у нас с вами сумочка будет расширяться не только за денежки в велике, а еще, как мне подсказали, она будет расширяться дальше по квестам. Еще на целых 4, по-моему, линии, как мне назвали. Если так, то, ребят, совсем круто, то есть сумочка станет больше, но, как говорят, ее тоже не хватает. Нам придется, опять же, мириться с постоянной нехваткой места в инвентаре и выбирать то, что мы с вами собираем с монстров. Кроме того, ребят, вы сейчас смогли заметить, что, может быть, заметили, может быть, нет, что изображение стало немножко другим. Оно чуть-чуть вытянулось по вертикали. Я объясню почему, поскольку от вас прозвучала просьба убрать полоски астронавтов. Я решил этот вопрос тем способом, что просто изменил соотношение сторон. То есть было 16 к 10, сейчас я поставил соотношение сторон 16 к 9. И, таким образом, протестил уже полосы по бокам пропали. Вот, поэтому сейчас изображение покажется, может быть, немножко непривычным. Из-за этого, кстати, из-за того, что очень низкое разрешение у меня, как напоминаю, сейчас 1366 на 768 точек, по-моему. То есть у меня тут не влезает даже список заданий. Если его поместить вот так, то большое количество заданий уезжает вниз за пределы экрана. Поэтому пока что я поставлю его так. Он не очень мешается. Вот. Но, опять же, ребята, это все издержки того, что мы сейчас с вами вынуждены играть на низком разрешении, для того, чтобы обеспечивать, ну, хоть какую-то плавность в игре. Потом это у нас с вами, я надеюсь, после пересечения порогов тысячи человек на канале, мы с вами избавимся от этих тормозов и будем лицезреть игру в максимальном качестве, которое она способна выдать. Так, давайте приступаем. Значит, мы с вами тут нашли Хендри. Давайте поговорим с ним. Ты говоришь о Кантусе. Она добровольно вызвалась шпионить за диванцами. Кантуса, племянница Нералии. Удивительная девушка. В одиночку отправилась вглубь занимаемой диванцами территории. Вчера уже должна была вернуться, однако у нас до сих пор нет никаких вестей от нее. Если ты собираешься в Девасильву, попробуй отыскать ее. Мы очень сильно за нее беспокоимся. А что сами не сходили, разбеспокоились? Так, 10 тысяч опыта. Сколько у нас тут с вами до уровня-то не хватает? Нет, ну нормально вообще 10 тысяч опыта. Давайте-ка возьмем. А свет... А, это мы с вами уже выполняем. А это что такое? Это 3600, это не считается. Так, здесь исследователь. 11 тысяч опыта тоже надо взять. Опять же, ребят, напоминаю, то есть если вы берете курс на максимально быструю раскачку, то уберите только те побочные задания, которые дают вам достаточно большое количество опыта. Хотя бы 20% от вашего максимального. Ну, по крайней мере, на текущих уровнях это так. То есть если у нас 50 тысяч, нужно нам опыта для того, чтобы повысить уровень до следующего, то значит нам необходимо хотя бы 10 тысяч опыта получать с одного квеста, чтобы имело смысл его выполнять. Так вот, наши с вами первые цели. Наш приоритет будет вот этот вот чародей, потому что с ним больше проблем. Так, хорошо, 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 хорошо. Так, отлично. Кстати, я тут сделал такое наблюдение. Сейчас постараюсь его, наверное, уточнить. Если мы отпрыгиваем назад и используем зарядку, то, по-моему, она производится быстрее, зарядка скилла, нежели если мы кастуем ее с места. Давайте попробуем еще раз. А, нет, вроде так же. В общем, что-то я тут замечал. Какая-то есть закономерность между какими-то скиллами выполняемыми и скоростью зарядки. М-да. Странно. Ну, вот пока я просматривал свои старые ролики, мне было такое действительно ощущение, что реально уровень зарядки стоят на одной линии. Уровень зарядки отличается по скорости. Но, может быть, видимо, я ошибся. Так. Да иди-ка ты. Так, хорошо. Отлично, 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 отлично. Ну и сейчас чародеи-то и расстреляем. Хорошо. Так, башмачки. Не будем подбирать белые вещи. Мы с вами будем подбирать только вещи зеленые, синие, ну и, естественно, голдовые, если они нам вообще с вами будут выпадать. Они будут выпадать, но в данжах. Да сейчас, сейчас, сейчас. Я по тебе выстрелю, да не переживай. Так. Нак-то пару раз, чтобы не выпетривался. По поводу, кстати говоря, оружия аватара. То, что мы с вами обсуждали в прошлой серии. То есть, у нас сейчас есть небольшой шанс, что нам с этих монстров будут выпадать, будут выпадать части на это оружие. Вполне может быть. Но, на самом деле, шанс не так уж и... Ой, нам не нужен. На самом деле, шанс не так уж и велик. Да иди ты. Шанс не очень большой, поскольку части на оружие выпадают с некоторым шансом, и их нужно каждый раз в разное количество. Чем старше оружие по уровню, тем, по-моему, больше нужно выбить части. Значит, я вам покажу, как это происходит. Только у нас с вами выпадет хотя бы одна часть на наше оружие аватара первое, которое мы с вами можем заработать. По-моему, на 16 уровне его можно начинать убивать. Ну и надеюсь, соответственно, тоже можно с какого-то там уровня. То есть, то ли с 18, то ли, может быть, с 20. Точно не скажу. Ну, уже не помню. Ой. Забыла. Извини. Так, кстати говоря, вот еще такой момент. Не очень мне стала нравиться механика нажимания пробела, потому что, видимо, то ли из-за моих тормозов, ну, скорее всего, из-за моих тормозов, это самый пробел, он достаточно плохо нажимается. И нажимается он не всегда. Поэтому мне даже, наверное, удобнее не пользоваться пробелом, а вместо этого применять обычный обычный выбор скилла. Так, давай, давай, давай. Вот его, товарищ, очень простая атака, судно, так называемая. Просто перекатывается вперед, вы от него отбегаете в стороночку и лупите его со стороны. Так, оружие аватара у нас с вами будет... Вот опять же, напоминаю, появится вот здесь справа табличка. Вот, и в этом окошечке будет указано, какое именно оружие вы выбиваете, собираете, точнее, и какие именно части и сколько их вам осталось выбить. В том числе будет указано, сколько конкретно, да, где конкретно эти части выбиваются. Бум. Вот. Очень, на самом деле, хорошее оружие, но, опять же, как мы с неправильным сказали, в данжах можно выбить более хорошие вещи. То есть, если вы хорите в данжи, часто хорите в данжи, то у вас есть действительно шанс выбить вещь, оружие, которое будет лучше, чем оружие аватара. Но нужно также учитывать тот факт, что в данжах у вас... Во-первых, у вас должно сложиться три составляющих. Во-первых, в данжах вам должна выпасть вещь для начала. Во-вторых, если вещь выпала именно ваша, по вашему классу и хорошего качества, допустим, синяя или голдовая, то, кроме этого, вам придется еще сролить ее. Да, то есть, чтобы ролл выпал именно по вашему классу. Ну, для вас, то есть, чтобы он был выигрышным. И, кроме этого, если вы не единственный товарищ такого класса в игре, точнее, в данжах, то, помимо этого, вам придется еще и... Вот, то, помимо этого, вам придется еще и, чтобы ролл выпал именно для вас. Да, то есть, чтобы вы выиграли жеребьевку. Поэтому, ух, это прикольно. Но это не наше, к сожалению. Вот, кстати, вот, то есть, вот эта вот частичка, которая выпала, она не наша, поэтому она не светится. Первое наше оружие аватара называется оружие ИСРН, и оно, или ИСРН, уж кому как больше нравится, мне больше нравится ИСРН. И вот, она будет светиться, сиять. Но, пока что она нам не выпала, вот кому-то, кто побежал мимо, она выпала. Блин. Обидно. Убили монстра мы, а выпала... А выпала не нам. Но это, опять же, та же система, о которой я вам помните, если рассказывал, что в Терре лук достается тому, кто агрит монстра, а не тому, кто его уничтожает. Так, мы будем надеяться, что нам сейчас когда-нибудь тут выпадет эта частичка, для того, чтобы вы могли посмотреть, как выглядит, собственно, сбор оружия. Бум. Отлично. Так вот, обязательно ходите в данжи и пробуйте, конечно же, выбить там вещи, но шанс, что вы их выбите именно по вашему классу и именно те, которые вам понравятся и что вы их стролите, он достаточно небольшой. Поэтому, не заморачивайтесь, в принципе, особо, вам оружие аватара более чем хватит, поверьте мне, настрой. Тем более, если учесть, что все эти уровни в принципе проходные, то у вас нет особой необходимости действительно заморачиваться по поводу выбора оружия. То есть, берете оружие аватара, протачиваете его на максимум до плюс девяти и радуетесь жизни до следующих, следующих шесть уровней. А через шесть уровней уже оружие аватара снова поменяется. Поэтому, в общем, особо заморачиваться смысла не вижу. Просто, если вам действительно повезет внезапно выбить то, что вам именно нужно, тогда, конечно, никаких проблем. Тогда, скажем, и карты вам в руки, то есть, просто заменяете оружие и все хорошо. В целом, я ни разу, ну, у меня было такое, что я выбивал действительно оружие в данжах, вот я имею в виду низкоуровневых, потому что я выше 40-го уже не поднимался в игре, даже выше 35-го, по-моему, не поднимался на евросервере. Ну, вот, поэтому выше 35-го я ничего в игре не знаю, я и так, в принципе, мне не очень хорошо разбираюсь, мы с вами вместе учимся, я у вас в том числе учусь, отдаем квест, но, вместе с тем, то есть, в данжах, которые на 20-м будут уровни, на 30-м уровне, там есть возможность выбить действительно оружие, ну, не знаю, мне всегда хватало оружия аватара, а вот с 60-го уровня там уже оружие аватара не действует, там его больше нет, то есть, оно до 59-го уровня работает, если я правильно знаю, если я правильную информацию, скажем, обладаю, да, то в 60-е вам уже придется оружие действительно выбивать, либо покупать на аукционе, там уже действует своя система сетов, там есть хорошие сеты, которые стоит выбивать и носить, есть ролики по ним, я в свое время, когда мы с вами до этого дойдем, надеюсь, тоже сделаю информацию, свой взгляд на сеты в игре, вот, поэтому не переживайте, до этого дело тоже дойдет, и там действительно уже нужно будет либо выбивать, либо покупать, либо возможно даже крафтить, по-моему, там есть сеты, которые крафтятся, значит, ну, а сейчас можно, учитывая проходность этих уровней, до 60-го, в принципе, все, можно считать проходным в каком-то смысле, мы не заморачиваемся и носим оружие аватара, заточенное на плюс 9, в идеале, так, давайте прочитаем, Даканиус действует заодно с потомками Лока, давайте посмотрим ролик, Даканиус спросил Верховную Жрицу о прощении, говорил, что силы его магии не хватит, чтобы омрачить дивный лес, Верховная Жрица велела не тревожиться, сказала, что все только начинается, приказала Даканиусу продолжать наступление на Арканию, потом они меня заметили, ты хоть спрятался, что ли, заметил, естественно, но недостаточно быстро, я больше не могу, скажи Центуриону, что я старалась, верю, что старалась, ну, а это еще, что за фигня, этого монстра здесь не должно было быть, и еще там, с тобой дружище, побеседуем немножко, вот не всегда пробел срабатывает, но удобно, все-таки лучше, наверное, кнопками пользоваться, какого-то толстый, жирный, но, в принципе, конечно, давно уже пора оружие заменить, опять же, на аватарное, если его можно, конечно, носить с этого уровня, но очень уж что-то толстый товарищ, его нужно остановить, он в северной части Дэва Силвы, найди Дэканиуса, Дэканиуса, пардон, и останови его, ты ничего не сможешь сделать, мой час пробил, отомсти за меня потомкам Лока, и откинулись, ну, да, сочувствуем, сочувствуем человечку, но на самом деле нужно было думать, прежде чем так наблюдать открыто за противником, хоть бы спрятаться надо было куда-нибудь, так, здесь у нас с вами будут две цели, это, во-первых, квест Черное Сердце, а во-вторых, квест, да, вот Черное Сердце выполняется вот тут, вот на этих вот товарищах, судя по всему, они совсем жирные, потому что для нас они оранжевые, но кто-то через нас решил перепутать, чтобы не сталкиваться с нами, так, пока ты лежишь, мне это на руку, друг, ух ты, прикольно, еще один противник, потенциальный, так, Берсерк, поставил блок, я дождусь, пока ты его, ой, я дождусь, пока ты его сбросишь, чуть-чуть не успел, я тебе не прыгнуть, да, не обращай мне внимания, правильно, меня здесь нет, так, отлично, вообще, на самом деле, интересна эта система, вот, когда мимо вас пробегают, монстры, видят, как вы бьете их собратьев, и не реагируют на ваше присутствие, ну, так, если с точки зрения игры, это понятно, но с точки зрения чистой логики, мне совершенно непонятно, такое поведение, что ты пробегаешь мимо, видишь, что твоего собрата убивает, какой-то засранец, который, возможно, в следующую минуту нападет на тебя, и что ты стоишь, собственно, на тебя, ну, выглядит действительно прикольно, зараза, он слишком быстро убегает, и в сочетании с моими тормозами и кривыми руками, мне не очень получается вовремя выстрелить и отбежать от него, ну, да ладно, у нас есть тут, в принципе, отхилки нам периодически выпадают, у нас своих полно, поэтому бум, поэтому, в общем, у нас, да, то есть он настолько быстро вносит удар, что мы, в принципе, просто даже не успеем, отлично, в принципе, даже не успеем выполнить мой привычный финт, удар с разворота, так его назовем, и удар ногой в прыжке, да, и потом еще отпрыгнуть, оглушив противник, не получится у нас, потому что Берси быстро вносит удар в ближнем бою, бум, так, 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 ну, отлично уронили, кстати, можно сейчас к нему подбежать, пока он там валяется, о, как хорошо, опять увалился, на всякий случай, мы с вами поставили ловушку, хотя, в принципе, наверное, и не стоило, учитывая, что он постоянно падает, что-то его ноги не держит, из этого противника, вообще, вообще ноги не держат, валится и валится, так, отлично, кстати, с них очень хорошо падает опыт, прям замечательно, если обратить внимание, сейчас у нас вот столько, да, то есть сейчас, примерно, наверное, вот половину от оставшегося, мы с вами прокачаем, за одного монстра, только мне, честно говоря, не хочется вот этих двоих агрить, потому что они, это маги, и оба оранжевые, ну ладно, давайте, что, сагрим, попробуем хоть, не то, чтобы это было сильно опасно, но они жирные, и попадать будут часто, поэтому, они самые приятные противники, так, хорошо, да, елки, вас тут еще трое, очень внезапно, так, к сожалению, на этого не подействовало, если бы подействовало, мы бы с вами не получили урона, 5 фирменной самонаводяжки, так, пардон, это, ищу какой-нибудь удобный ракурс для них, вот в одну линию, ой, как хорошо, бум, отлично, ну не то, чтобы нас тоже не задели, но, неважно, куда это ты побежал, отлично, ну еще двое остались, да, так, что-то я не понял, что я сейчас сбил стрелой, его снаряд что ли, ну почти, 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 да елки, так, ну с этим и все, еще какого-то этого допинаем, нет, все-таки не так уж и хорошо идет опыт, как я думал, мне показалось, видимо, нет, нормально идет, но не настолько много, как мне думалось изначально, давайте возьмем подвеску, может быть что-то полезное, так же возьмем вот здесь, возьмем сферу обновления, которая нам немножко подкачает, ХП и МП одновременно, сферы обновления, которые выпадают, они подкачивают вам только, ХП и МП, но медленно, и мало, сфера исцеления, она подкачает вам, соответственно, только ХП, но много, так, немножко туда бежим, надо нам по другой тропиночке, пока что нам, как видите, не выпадают части на оружие, ну выпадут, это на самом деле, опять же, чисто рандом, то есть кому-то прет сразу, кому-то, как мне, обычно не прет, поэтому, у меня обычно выбор, выбивание, точнее, оружия, аватара у меня затягивается, а уж его проточкой подавно, потому что я начинаю фейлиться постоянно, на плюс 8, плюс 9, хронически, что в принципе, для оружия аватара нетипично, так, я хочу запрыгнуть здесь, спасибо, через главные ворота я идти не хочу, потому что мне, это жульничество, вот так, отлично, там вон на воротах охрана стоит, она мне нафиг не нужна, так, вот здесь есть припасы, но на них мы квесты не брали, а вот здесь есть наша цель, вот этот камень, им нужно воспользоваться, и появится, вот этот вождь, которого вам и нужно будет уничтожить, но придется подождать, пока вот этот товарищ куда-нибудь слиняет, по-моему, или у нас есть что-то, что стоит использовать, так, это что такое, да, это значительно лучше подвеска, чем наша, как вы можете наблюдать, ну что, когда камень-то можно будет использовать, найдите, включите мингер невидимости, а вот, наконец-то, активировался, бум, так, ну а теперь, собственно, снизим количество нападающих, я просто жду, пока он замахнется, хотя бы, чтобы отвлечься, например, вот так, вот так, сразу, стенка сзади него, вот так, ну тут нас, в принципе, уже не интересует, потому что почти сдох, вот так вот, отлично, вот сфера излечения, который очень быстро восстанавливает, много хп, так, жнисей, это у нас, мечи, да, я в каком-то из видео, недавних, говорил о том, что проточка оружия, возможно, только оружием того же класса, я походу ошибся, судя по, я до конца еще в этой системе не разобрался, но судя по всему, протачивать оружие, можно не только оружием того же класса, а еще какими-то классами, возможно, всеми, возможно, нет, то есть, я просто помню тот факт, что, допустим, на рыцаре свое копье, я протачивал, там, копье и щит на рыцаре, в качестве оружия, я, ух ты, и я протачивал его с помощью диска магического, была такая возможность проточить с помощью диска, вот, то есть, возможно, что нет привязки по классу, к оружию, по части проточки, не обязательно иметь другой меч, чтобы проточить меч, можно протачивать и другими видами оружия, возможно, что всеми, вот, тут точно не скажу, то есть, эту систему я знаю достаточно плохо, по части проточки оружия, тем более, что во втором апдейте игры, она уже упразднена, ее больше не будет, после того, как у нас на русских серверах, опять же, установится обновление, но это, конечно, не скоро, опять же, полгодика где-то, тем более, проточка оружия, возможно, только на стартовых уровнях заточки, то есть, там, один, два, три, как только вы протачиваетесь дальше, вам уже нужны именно части оружия, а не конкретно другой вид вооружения, поэтому, в целом, вы этим пользоваться особо не будете, так, сдаем побочку, апмси, кстати, до 16 уровня, у нас с вами появились новые скиллы, которые мы можем изучить, давайте посмотрим, какие, чтобы знать, там идти или нет, а не какие, мы с вами можем только апнуть проникающие выстрелы и апнуть бегство, новых скиллов не будет, поэтому, можно вообще сейчас даже не заморачиваться по поводу возвращения в город, смысла нет, давайте поговорим по поводу квеста, квеста сюжетного, я рад, что этот, не будем ругаться мертв, но жизнь Контуса того не стоила, ни разу не слышал о потомках Лока, а ты, что правда, дважды? Замечательно, хотел бы я знать об их планах, что же они тут ищут, бедная, бедная Контуса, она была замечательной девушкой, очень храброй, а сейчас прошу меня простить, Валчер, я должен передать мне ралли и дурную весть, мы пожелаем тебе удачи, так, хорошо, ребята, давайте сейчас, кстати, неплохо бы на самом деле восстановить выносливость, у нас с вами, как вы можете наблюдать, упала выносливость, да, до 106%, давайте немножко постоим, она быстро восстановится, и пока посмотрим, что нам тут выдали, так, амзол диванской кожи, для уровня 15 и выше, ну, отлично, давайте посмотрим, может быть, он отличается внешне, я бы не отказался получить что-нибудь новенькое, так, это, кстати, можно продать, рунская панацея, ее можно продать брокеру, но, правда, смысла нет, она полностью восстанавливает бодрость, я обычно такие штуки выбрасываю, давайте наденем, нет, отличается только цветом, опять же, на начальных уровнях, большинство вещей отличается только цветами, так, нам с вами дали два ключа от ящика, их, кстати, нельзя продать, к сожалению, если эти ключи вы где-то выбиваете, допустим, в данжах, их можно, по-моему, выбить, то они продаются за очень хорошие деньги на аукционе, то есть, если у вас нет желания рисковать и открывать ящик, то вы можете их продать, те, которые нам выпадают с этого ящичка с припасами, они, конечно же, не продаются, поэтому мы с вами, когда вернемся в город, я думаю, просто откроем ящички, посмотрим, что произойдет, да ладно, продается через брокера, по средней цене в 200 монет, походу, это барыги, знаете, это как делается, рассчитывается на новичков, то есть, когда новичок приходит в игру, он летит сразу же, многие, по крайней мере, с Lineage 2 еще повелось, такая механика, что ли, то есть, выставляются предметы, которые ничего не стоят, по высоким ценам, и новички, которые приходят в игру, и ничего они еще не знают, заходят на аукцион, отсеивают все по цене, для своего уровня, находят дорогие вещи, и покупают, сдуру, не зная, что эти вещи, на самом деле, ничего не стоят, и стоят копейки, сейчас мы как раз с вами видели эту картину, то есть, вещи элементарные, белые, для низших уровней, типа нашего, которые у брокера продаются, там, за копейки, на аукционе продается, за 200 голды, за огромные деньги, ну, достаточно хорошие, не огромные, но очень хорошие деньги, так, ну, ладно, мы с вами пока что возвращаемся, потихонечку, точнее, идем, вот, кстати говоря, квест, вооружение аватары, вот, это как раз то, что, тот квест, который вам дается, по части сбора оружия, аватара, давайте побеседуем здесь, с мастером по ловушке, так, внутри интересном, что они говорят, что у меня есть волшебные реликвии, это просто смешно, так всегда происходит, люди начинают трепать языками, даже не зная всех подробностей, и передают друг другу слухи, не удосуживаясь их проверить, в действительности, я лишь знаю район, в котором можно найти часть реликвии, причем одна часть, сама по себе, не имеет никакой ценности, тебе понадобится собрать их, целую кучу, но для чего, недавно я услышал легенду, о реликвиях древних богов, если собрать все части такой реликвии, и восстановить ее, можно создать удивительное оружие, которое получит божественную мощь, оружие аватара, я кстати не знаю, откуда тут это вот название, что такое аватары, аватар, аватар, насколько я помню, нет, это не фильм, это, ну в моем понимании, аватар это, ну в некоторой трактовке, это например, хранитель, охранник, второй я, там, такие варианты трактовки я видел, часто встречал, а вот что за оружие аватара в данном случае, непонятно, ну, звучит как дешевое бронье, НПЦ со мной согласен, так, ну ладно, точнее, НПЦ это мой персонаж, ну название странноватое, конечно, в английском варианте оно звучит, интереснее, эээ, аватар вепон, да, или аватар вепон, как уж там правильно аватар произносить, я не знаю, но красиво, а в русском варианте оружие аватары, как-то, как-то не очень, да, я знаю, что действительно звучит не очень, но все мои исследования сводятся к этому, и именно поэтому я охочусь за реликвиями, хочу проверить свою теорию и выяснить, правда это или ложь, вот только добывать их мне весьма непросто, хорошим бойцом я никогда не была, а часть реликвий, как назло, почти всегда находится у каких-нибудь монстров, которых привлекает излучаемая ими энергия, я исследователь, понимаешь, но ты, ты ведь опытный боец, верно, может ты, ну, ты понимаешь о чем я, и ты ведь покажешь потом, что тебе удастся отыскать, ну конечно же я помогу, ну естественно, если только мы заберем это себе, а мы естественно заберем это оружие себе, это просто вас вводит в курс дела, касаемо того, что же это за вооружение такое, как его собирать, где его собирать, так, а, ну все понятно, то есть тут вот эта облачка будет гореть, она меня периодически сбивает с толку, это как раз облачка указывает на этого персонажа, с которым мы сейчас говорили, на ТЦшника, когда вы соберете 10 частей, для оружия ИСРН требуется 10 частей, нужно будет к этому персонажу подойти и с ним побеседовать, кстати, возможно, что сейчас у нас, нет, пока еще не появилось этого окошка, оно появится, когда мы с вами выбьем первую вещь, давайте заглянем в банк, и давайте я немножко забегу вперед, вот такие части вам будут выпадать, это осколок оружия Элину, это оружие следующего уровня, с 20 какого-то там уровня, оно берется, 22 что ли, наше, называется оружие ИСРН, будут выпадать вот такие же похожие частички, их обязательно нужно собирать, они нужны для проточки оружия конкретного уровня, то есть вот это для 20 или какого-то там уровня, а у нас с вами будут осколки оружия ИСРН, для его проточки, а часть реликвии ИСРН, или как-то так она называется, или часть оружия ИСРН, это как раз часть оружия, Из которого собирается непосредственно само оружие Так, давайте мы сейчас с вами для начала возьмем Два запертых ящика, которых мы откроем Ключиками Да А остальное, наверное, стоит убрать Ну, вот эту поверуну я обычно и складываю Это Да давайте выкинем, честно говоря Нафиг, продавать не хочется Слишком уж дешево стоит Это продадим сейчас, да, это тоже можно выбросить Это 200 голды Нет, не будем свинничать Не будем восстанавливать у брокера за бешеные деньги Я понимаю, что кто-то может быть и купится Но не будем наживаться на других И обманывать Некрасиво это И давайте сейчас Откроем парочку сундучков Посмотрим, что нам с вами с них выпадет Поехали Так, рубин Обалдите, ребят, нам с вами выпал рубин Это дорогой драгоценный камень Две штуки, и мы с вами получили по 100 голды За каждый, который продается Причем брокеру То есть, ой, не брокеру, а обычному торговцу Ура, ребят, я вас поздравляю И пробуем еще раз Еще раз нам выпадает преданность КАЕ Это повышает скорость атаки Урон и защиту Презаряжается час Действует Фиг знает сколько Ну, видимо, тоже час Наверное Ну, а чего бы нет Будем использовать, например, когда пойдем в данж Это еще что за выходки? Это кто вообще? Так, закрыть Это что сейчас за тень была? Не понял, это что? А, это, наверное Да, это, наверное, этот вот товарищ Они тут пвпшатся Это теневой двойник воина, скорее всего Да Есть у него такой скилл Создание теневого двойника Который не наносит практически никакого урона У воина Но отвлекает на себя противника То есть, агрит его Он не служит для нападения Он служит для агрессии А-а-а-а Знаете, что мы остановились? А, да Мы с вами хотели продать Рубины Которые стоят Офигеть сколько Причем, заметьте Средняя цена через брокер 80 А средняя цена Если продавать бокалейщику 100 Давайте посмотрим Может быть Средняя цена В данном случае Минимальная цена будет Нет, минимальная цена продажи Рубины 89 Тогда как Если мы с вами продадим Обычному торговцу Мы получим Больше средств Не очень непонятны люди Которые продают на аукционе То, что может продать Торговцу И получить значительно больше Видите? То есть, 200 Голды И мы с вами Совершенно внезапно Получаем 200 единиц Голды Которого нам с вами Более чем хватит Да, деньги все важнее Ачивка Нам с вами Этой голды Более чем хватит Для того, чтобы Очень быстренько Прокачать нашу сумку На максимально Допустимый уровень Который Выдается в велике Может быть Он допустимый Только для нашего уровня Но я вот на рыцаре По крайней мере На 30 уровне Смог расширить Только Или на 25 уровне Смог расширить Только на Три ячейки Вперед Так Давайте для того Чтобы сейчас Сэкономить время По хорошему Сейчас нужно пойти К мастеру телепорта Точнее нет На платформу Вот на эту Платформу Пойти оттуда Ломануться В велику На Пегасе Давайте сейчас Чтобы сэкономить время Я воспользуюсь Премиумным Атласом Для того Чтобы переместиться В велику Мгновенно Просто сэкономить Долго здесь Долго здесь происходит А мы сейчас С вами Бежим к товарищу Который Расширяет сумки Если помните Где он находится Он находится Вот здесь Слева Возможно Где-то еще есть Но я Слева его запомнил Что он тут есть И поэтому Сюда сейчас и бежим Он стоит вот тут Вот Мастер по сумкам Давайте с ним Побеседуем И он нам с вами Скажет Первое расширение сумки Точнее первое Мы с вами уже сделали За 4 голды Вот второе Ну первое у нас вообще По-моему было За серебро Значит за 4 голды Мы уже сделали Сейчас за 80 голды Добавляется один ряд И еще за Сотню единиц Вы можете Расширить Еще на один ряд Все Больше увеличивать Видите Сейчас размер вашей сумки Не может быть увеличен То есть больше Вы увеличить не сможете Но мы с вами получили Два дополнительных ряда Это уже круто Может быть даже на самом деле Больше я не считал И у нас осталось Еще достаточно прилично 27 единиц голды Которые нам в общем-то Нафиг не нужны Потому что нам их тратить Пока что некуда Ну смысла точнее Особого нет Поскольку уровни проходные Сейчас Все с аватара Оружием бегают Что в принципе Логично Вот поэтому В общем Хорошее Хорошее приложение У нас с вами Получилось так Внезапно нам выпало Полезность Из сундучков И Я честно говоря Очень рад Рандом Есть рандом А теперь давайте С помощью того же Самватласа Вернемся обратно Так где тут у нас Аркадия Вот деревня лесорубов Нам куда с вами надо там Деревня лесорубов Деревня лесорубов Давайте ладно Вернемся Деревня лесорубов Мы вроде бы с вами там и были И оттуда уже продолжим Наш сюжет Ну вот отлично Мы с вами Давайте сейчас добежим Тут До товарища По сюжетке И я еще хочу Честно говоря Попробовать найти Одну вещь Да Значит Для того Чтобы успешно Достаточно Выбивать Части оружия Я бы рекомендовал Вам Найти здесь Одно место Но я все время Забываю Где оно находится Это местечко Так Сейчас попробую вспомнить По-моему где-то По-моему где-то Вот Где-то вот в этом районе Либо здесь Ребят могу очень сильно врать Либо здесь Это находится Либо вот где-то вот тут В этой области Находится Местечко Где очень много собак Бегает 16 уровня Очень жирные Агрессивные Но с них Очень хорошо падает Падают эти Части Оружия Аватара И при этом Их там очень много Они очень быстро Респятся То есть тем классом Которые обладают Массовыми скиллами На урон Типа Берса Слейера Им будет очень там Удобно Прокачиваться И выбивать эти вещички Нам конечно не больно Будет комфортно Поэтому я думаю Мы не будем туда ходить Но я вам это место Обязательно покажу Наверное уже в следующей серии Обязательно вам покажу Где оно находится Чтобы вы тоже могли Его найти И воспользоваться Поиском Оружия Частей оружия Аватара Именно там А помимо прочего Давайте сейчас Мы доучили все скиллы Я что-то не помню Нет не доучили еще Да давайте Прокачаем наши скиллы Ничего нового нет Мы просто прокачали их На уровень вверх Парочку скиллов Давайте побеседуем Здесь с товарищем И на этом Сегодняшнюю серию Наверное будем Заканчивать Итак поехали Нужна моя помощь Ты тут по поводу живодеров Мы разместили пост У ранчо 2 дуба Но я не знаю Как долго они там Смогут продержаться Иди через южные ворота Прямиком к ранчо Разыщи петрину Ей лучше знать Чем ты сможешь им помочь Ну и вот наверное друзья Давайте на этом Мы с вами и закончим Нашу сегодняшнюю Такую достаточно Наверное насыщенную Событиями серию Так друзья Я благодарю всех за просмотр Обязательно подписывайтесь На канал Не забывайте Обязательно нужно подписаться На канал Нажать лайк Обязательно задавайте вопрос Если таковые имеются Пишите ваши комментарии Вступайте в группу Вконтакте Подписывайтесь на твиттер И до новых встреч На канале Deadline.ru Здорово